Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами в посольстве мира. Сейчас всемирная неделя гармоничных межкостеринальных отношений. Это особая неделя в начале февраля. У нас особый гость сегодня Исаак Калим. Мы очень рады, что именно в рамках этой недели, у нас торжественный момент, мы присуждаем звание молодежного посла мира. Это диплом посла мира Калим вас. Мы поздравляем вас с этой высокой наградой. Поздравляем отныне вы молодежный посол мира. Надеемся, что вы станете потом и большим послом мира. И вообще первый вопрос. Расскажите, откуда вы приехали? Как так получилось, что вы человек из далекой, но дружелюбной Африки оказались вообще в России? Еще и записали такой интересный клип. Буквально вчера он вышел. Сегодня мы, видимо, 13 тысяч просмотров. Надеюсь, цифра будет приумножаться. Откуда идеи эти возникли у вас? Как вы оказались в центре такого зимнего тайфуна в России? Спасибо большое. Во-первых, хочу вас поблагодарить за это награждение. Я очень ценю это. Спасибо большое. Меня Калим зовут, как вы сказали. Приехал в 2018 году вот сюда, в Россию, чтобы учиться. Вот, отучился. И во время учебы я очень сильно влюбился в Россию. И я решил вот здесь остаться. Вот сейчас все строить здесь. И вот песня, конечно, я давно уже песни делаю, вот, «Охороший себя». И я придумал что-то. Я давно уже хотел что-то для России, там, именно делать песню какую-нибудь придумать, чтобы рассказать всем во всем мире про Россию. Вот, и как мы ее любим. Вот. И недавно вот, вот, вообще, привет, доктор Сергей Эта Гварианов. Мы придумали вместе. Вот, и там еще Вася, мой бро, придумали. И все, и приехали, и поехали на студию, там все записали, вообще красивенько. снимали клип как раз его цивилищи нож и его запускать два вчера да и я на все кто ее ты приглашаю потом мы добавим ссылку а клип флаг на английский блок и можно найти это очень только задорная такая песня такой современный молодежный рэп с одной стороны с другой стороны людям неравнодушным патриотичным она затронет сердца особенно приятно что вообще россию африку связывает и давняя дружба какие-то могут новые отношения сейчас в мире непростая ситуация как вы смотрите на течение россии и африка попробуйте поставить как уже как послами раз у нас я допустим из гани да мы очень любим россия помню раньше при этом как сюда приехал да вот там мнение людей про россию очень не очень было когда они там очень боялась сказали что там тут меня убьют что он сказал все равно поеду потому что у меня там друг живет я вижу как он живет как мне все равно полечу поехали за два месяца я вообще успел поменять вот и не слышь и мнение про россию там все понял что да вот есть здесь можно и вот сейчас на данный момент в гане очень много знаю про россию любят и как бы все хотят сюда тоже приехать вот все мои знакомые вот им тоже по кайфу так что вперед очень здорово потому что возможно и наши соотечественники кто не был в африке может быть не знают они видят это далекий континент а чтобы может быть вы сказали может кого-то пригласим наших зрителей послов мира побывать или в гане или вообще в африку как вообще нас будет встречать им это поедем конечно я вас всех приглашаю приезжайте к нам в африку именно в ганну вот можете там в это в любую страну тоже но я из гадия знаю вот все то что там я вас и приглашаю вы точно пожалеете да отлично и в завершении у нас все-таки а сейчас завершается неделями шлюз гармонии такая дата 4 февраля день человеческого братства то есть и вот это братство в основе все равно оба лежит возможно понимание что мы братья если мы брать начнутся может быть единый творец да там господь вообще как а в африке это ощущение братства насколько важна роль религии там традиции вашей стране потому что для россии это тоже такие святые моменты как у вас да у нас тоже есть такая тема ганы это есть мусульмане это христианская страна можно сказать потому что есть мусульмане еще другие религии тоже но мы очень верны в религию как бы это очень важно для нас вот у нас с детства вообще блин вот мы родители вот воспитатели они учись серьезно относится к этому поэтому они воспитают воспитывать детей короче с на основании религии тоже поэтому до вырос на этом приехал сюда и еще не бросал я еще там занимаюсь этим у нас там духовная сфера очень-очень важно недавно пару месяцев назад кстати вот был клип число величество который снимали в армении вот тоже там это религиозная тема ну что дорогие друзья на статье человеческое братство поздравили нашего брата калима поздравляем дорогие друзья и добро пожаловать в африку с богом до свидания спасибо